О новых подходах в обеспечении информационной безопасности страны сегодня шла речь на большом совещании с участием главы государства. Во Дворец Независимости были приглашены представители администрации президента, руководители ведущих государственных средств массовой информации, эксперты медиарынка. Как отметил Александр Лукашенко, в нынешнее время вопрос информбезопасности стал как никогда актуальным. Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы я, что вы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный, кстати, о том, что разговаривали с Андреем Шутиным. И мы затронули этот вопрос. Мы в плане предстоящей встречи определили, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе. Информационная безопасность – это одно из направлений, серьезных направлений безопасности того или иного государства. Я должен сказать, что она сегодня, как вы это знаете, выдвинулась от проблемы на передний план функционирования любого государства. Ну, скажем, прям, не дай бог, конечно, любая холодная или горячая темпольная война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более таком масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета Безопасности Беларуси. Это уже в плане вопрос номер один, который мы рассмотрим. А сегодня мы рассмотрим эту проблему информационной безопасности, как раньше говорили, пропаганды, контрпропаганды. Пропагандировать нам особо тут не надо, а вести борьбу за свои принципы, пропагандировать нашу страну, поднимать ее имидж – это надо. И противостоять, особенно в средствах массовой информации, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь, а они порой с разных сторон предпринимаются, мы должны уничтожить. При этом президент не единожды во время совещания подчеркнул главную эффективность любого принятого решения, в том числе, если это будет касаться создания новых структур на медийном пространстве страны. На совещании у главы государства обсуждались вопросы повышения качества информационно-аналитической деятельности и в том числе вопросы информационной безопасности. И главой государства принято решение о создании в республике научной организации, научного учреждения, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало бы информационные потоки, и внешние, и внутренние, и готовило бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом. Что же касается уровня и рейтинговости главных медиа страны, президент и отметил, для изучения этого вопроса можно вывести на рынок совершенно нового игрока. Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги средств массовой информации. Но ее надо сделать так, чтобы не доверяли люди и, прежде всего, средств массовой информации, которые будут поддержать этой оценке. Ну, условно, обсудим этот вопрос и блок вопросов. И в связи с этим на рекламном рынке Беларуси надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. В каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламных средств массовой информации, чтобы эти деньги, не буду скрывать, остались, прежде всего, у нас в стране, у вас, у ведущих средств массовой информации. Вот три блока вопроса, которые я хотела сегодня с вами обсудить. И главная тема – это эффективность. Эффективность пока у нас слабая. Слабая, особенно в противоборствах с разного рода каналами, страницами и сайтами, особенно в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем, но специалистам, профессионалам у нас хотя бы были. Просто не было соответствующей организации. Это на другом деле. По итогам совещания пресс-секретарь президента Наталья Эйсман сообщила, главе государства были предложены разные варианты формирования в стране новой системы медиаизмерений. Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики. От функционирования данной системы напрямую зависит, в первую очередь, финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации и вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень у главы государства. Были доложены различные варианты организации данного процесса от привлечения зарубежной, специализированной, международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя. Выслушав все аргументы, президент обозначил основное требование, система должна работать исключительно в интересах страны и поручил в оперативные сроки после дополнительного обсуждения внести конкретное предложение. Соответствующий документ, добавила Наталья Эйсман, будет внесен на рассмотрение главы государства в ближайшие дни. Продолжение следует...